Прошлое нельзя вернуть, но его можно воссоздать и сохранить. Город Шуя претендует на получение грант от Министерства культуры России в рамках проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Соперники Шуи – еще более 40 исторических центров по всей стране, которые мечтают войти в финальную тройку и получить средства на восстановление культурного облика своих территорий. Сенатор Валерий Васильев приехал в город на тезис, чтобы узнать о планах местных чиновников подробнее. Члену Совета Федерации пояснили, получив грант, удастся восстановить храмовые комплексы, памятники архитектуры и исторические улицы. Город с исторической точки зрения, безусловно, имеет огромнейший потенциал. Да и что там, собственно, для нас Шуя – это очень близкий и очень дорогой нам город, поэтому мы сделаем, наверное, максимально возможное со своей стороны, чтобы Шуя прошла этот конкурс и вошла в число трех получателей этих грантов. Поддержка Шуи действительно нужна и средствами, и хорошим советом. Этот комплекс Крестовоздвиженской церкви и Георгиевского храма когда-то попал в частные руки. Хозяин, видимо, человек неверующий, превратил некогда святое место в автомойку. Сейчас Шуйская мэрия добивается, чтобы церковь включили в реестр объектов культурного наследия. И тогда комплекс перейдет под федеральную охрану. Однако с каждым месяцем надежда сохранить святыню тает на глазах. Канализационные истоки негативно, конечно же, оказывают негативное влияние на фундамент храма. И если сегодня мы говорим о возможной реставрации данного объекта, то при такой эксплуатации спустя несколько лет, возможно, нам придется ставить вопрос о воссоздании объекта. Хозяина автомойки, похоже, ничего не смущает. Не то, что такое отношение к храму оскорбляет чувства верующих. И не то, что прошлой зимой его работники откопали человеческие останки на территории храмового комплекса. При проведении строительных работ, копали как раз отстойник, были обнаружены человеческие останки. По итогам экспертизы было установлено, что останкам более ста лет. По мнению местного археолога Несмеян данные останки принадлежат известным жителям города Шуи, меценатам, людям, которые в свое время финансировали строительство данного храма. В случае получения гранта мэрия планирует выкупить и отреставрировать крестовоздвиженский храм. От него можно будет спуститься к набережной, которой у Шуи пока нет. Но есть красивейшая река Теза, жемчужина города, которая заслуживает достойного обрамления.